На дворе 24 декабря, плюс 8 градусов, прошел свежий теплый дождик, а мы с вами, друзья, в этом сюжете сделаем обзор на Москву. Как вы знаете, я снимаю сюжеты на разные темы, про машины, про покупку машин, обзоры на машины, про путешествия, в общем, про все то, что мне интересно. Я знаю, что вам эта тема о жизни, о быте, о недвижимости интересна тоже. Прошло ровно два года, как я постоянно проживаю в Москве. Хотя я переехал сюда еще в 2008 году в качестве студента, но потом уезжал в область, и вот в этом сюжете я хочу с вами поделиться своими наблюдениями, рассказать, как жить в этих человеком-муравейниках, жить в этом мегаполисе, где постоянно пробки. В общем, друзья, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет жизненно и интересно. Но давайте договоримся с вами об одном, что этот ролик у нас будет идти в качестве интерактива. То есть я высказываю свое мнение, вы выслуживаете, нажимаете на паузу, открываете комментарии и пишите свое мнение. Одна просьба к вам. Обратите внимание, что я всегда обращаюсь к вам культурно, я не ругаюсь матом в роликах, я всегда делаю это все на позитиве, чтобы вам было приятнее смотреть. И когда вы высказываете свое мнение, когда вы будете писать комментарии, попробуйте сегодня это сделать без мата, без грубости, ведь ваше мнение зачастую очень правильно, я с ним полностью согласен. Но высказывать его культурно, это заслуживает лайка. Как вы знаете, все мы с вами люди разные, все мы с вами делимся на группы, одни любят тишину, спокойствие, стабильность, другие же готовы куда угодно, как говорится, в омут с головой за любой кипиш, кроме голодовки. Я был одним из тех, кто всегда мечтал переехать в мегаполис. Всю свою жизнь до поступления в университет я жил в небольшом провинциальном городочке под названием Кашира. Небольшой город с населением не более 80 тысяч человек, я жил там, но постоянно, как и все, посмотрел ролики про Нью-Йорк, про Америку, я думал, блин, вот так круто. Ведь пропаганда же, она имеет свое значение, ты смотришь и думаешь, охота переехать в какой-то мегаполис, где будут стоять высотки, но такой возможности, естественно, как уехать в Америку, никогда у меня не было и нету. Но вот переехать в Москву, у меня такая возможность появилась в 2008 году, когда я поступил студентом учиться в университет. И переехал я вот в этот район, который я вам сейчас показываю, все кадры с коптера взяты из открытых источников, у меня ничего нету, я ничего не снимал, поэтому штраф 50 тысяч мне присылать не нужно. Так вот, я поступаю в 2008 году в университет, начинаю учиться, но все пять лет пролетели, как обычно, одним днем, закончил я университет с хорошими оценками, потом уехал обратно в Каширу к родителям, где я работал, занимался рекламным бизнесом, и вот пару лет назад я понял, что все, надоело. А почему надоело? Ну, в первую очередь, конечно же, сказался кризис. Естественно, когда речь заходит о семейном бизнесе, многие скажут, ага, все понятно, мамка с папкой дали работу, но на самом деле работать у себя, работать на своих родителей, это гораздо больше ответственности. Я работал с понедельника по пятницу, с утра до вечера, действительно приходилось побегать, все, кто меня знает, не дадут соврать, что я действительно много трудился, но при этом я не мог никак преодолеть отметку в 100 тысяч рублей, вот для меня, понимаете, как для мужчины всегда была цель, я хотел зарабатывать больше 100 тысяч рублей. И с каждым месяцем становилось все только хуже и хуже, у людей становилось меньше денег, соответственно, все мы это, как предприниматели, друг на друге ощущали. Я понимал, что ну просто, ну не может так больше продолжаться, если сидеть и ждать у моря погоды, в один прекрасный день я стану просто-напросто депрессивным и повешу нос. Давайте с вами будем откровенными, все те, кто едут в Москву, все те, кто едут в мегаполисы, кто переезжает в другие страны, делают это не от хорошей жизни. Точно так же и я, я сюда приехал с одним желанием, зарабатываю денег, но мне несказанно повезло, потому что мне было куда переезжать. Я вам показываю сейчас на кадрах вот этот дом, это легендарный дом под названием Пила, почему Пила, ну потому что он сделан в форме пилы, такое необычное архитектурное решение, но сам факт того, что я проживаю вот в этом доме, у меня здесь квартира 27 квадратных метров, это однокомнатная квартира. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров, кажется смешным, а люди приобретают такое жилье и оно очень популярно, и на рынке есть специальная ниша для такого жилья. Кадры, которые вы сейчас видите на экране, и кадры не случайно, обратите внимание, что эти кадры с авито, а значит что? Значит квартирка продается и ссылочка ждет тебя в описании. Тем не менее, ты можешь посмотреть на те условия, в которых живу я. Я проживаю в этой квартире с женой, молодая пара, у нас пока что нет детей, но нам этой квартиры в принципе всегда хватало. Несмотря на то, что многие наши друзья, кто приезжали туда, говорили, Димон, да ты в конуре живешь, это твоя нора, ты мышь что ли белеса? Я говорю, да, друзья, смешно, на самом деле, с одной стороны удобно, но это та квадратура, про которую смеялся Шувалов. Вот как раз та самая квартира. По-хорошему, это была однокомнатная квартира, которую я переделал под студию. Для того, чтобы это все сделать, я вложил 1 миллион 900 тысяч рублей. Округляем до двух, то есть это совсем с мебелью, с ремонтом, в общем под ключ. Все, что вы видите, это все сделано под ключ. А откуда квартира, спросишь ты, друзья, я с вами всегда был откровенен, не вижу какого-то смысла, знаете, что-то утаивать, скрывать информацию, потому что на сегодняшний день это все вот так вот по щелчку пальцев, все можно найти, поднять абсолютно про любого человека. Так вот, эта квартира мне досталась от моей бабушки, от моих родителей. Бабушка жива, цела, здорова, она проживает в области, в деревне, родители проживают там же, ему, естественно, эта квартира нафиг не нужна. В свои годы они успели ее купить по очень низкой цене. Дома, которые вы видите на кадрах, это по сути типовые дома, которые можно встретить по нашей стране. То есть это не какие-то там сталинские многоэтажки с расширенными планировками. И вот давайте я вам расскажу немножко о плюсах, а попозже о минусах. Когда я переехал в Москву, что мне первым делом бросилось в глаза? Я с вами делюсь исключительно своими наблюдениями. Если со мной кто-то не согласен, вы можете высказать ваше мнение в комментариях, они открыты. Итак, переехав, естественно, первым делом, что бросается, это чистота. Вот кто бы что не говорил про город, но обратите внимание, что постоянно койдешь по улице, всегда все чисто. Если зимой выпадает снег, какого бы масштаба он не прошел, утром уже весь двор вычищен. Когда выпадает снег, вот вы знали вообще о том, что по регламенту оказывается, когда выпал снег, буквально три дня дается на то, чтобы на тротуаре он остался лежать. Далее его должны очистить до полного состояния, чтобы было видно плитку. Я этого не знал, но узнал это, проживая именно в Москве, потому что постоянно все долбят. Я спрашивал, зачем вы долбите? Ведь чистенько, свежо, аккуратно, так положено по регламенту. То есть действительно оперативно работают коммунальные службы. И я ни в коем случае не пытаюсь кого-то нахваливать, подчеркиваю это, исключительно мои наблюдения. В летнее время постоянно все моют, метут. То есть иной раз даже бывает утром в субботу спишь, и вот слышишь, как эта машина проезжает во дворе, который моет асфальт. И думаешь, блин, да надоели вы уже. Уровень качества обслуживания ЖКХ я это действительно ощущаю на себе. Вот все мы с вами смотрим новости в Ютьюбе, и мы с вами видим, что люди показывают. Есть города по России очень много, где люди жалуются о том, что там по 10 лет в домах нет воды. Что протекает крыша, власти с этим ничего абсолютно не делают. Здесь же у меня простая ситуация во дворе. Лавочки стоят, люди пожаловались о том, что не хватает освещения. Две недели свет стоит. То есть развитие постоянно какое-то доедет. То есть все, что происходит в подъездах, постоянно что-то чистят, моют, убирают. Даже лет 10 назад начали устанавливать в каждом подъезде сервис консьерж. Первый этаж переоборудовали для того, чтобы был консьерж. Изначально я думал, зачем это нужно, но в дальнейшем я увидел, что действительно это работает. Кто-то приходит в подъезд, они спрашивают кто, чего, куда, откуда. То есть действительно ты хотя бы ощущаешь себя в том же самом старом доме, но что это какой-то уровень, что развитие, прогресс идет. Такого же увидеть в провинции, ну напишите вы в комментарии, может ли быть это там. Действительно развитая инфраструктура. Если в области проживая, ты иной раз возвращаясь домой думаешь, так, блин, надо бы успеть в магазин, а то все закроется. И потом ближайший вообще в соседнем городе, либо еще что-то искать какой-то ночной магазин небольшой. То здесь же ты всегда знаешь то, что город живет 24 на 7. Действительно в любое время суток ты можешь приехать в торговый центр, ты можешь приехать в продуктовый магазин, сходить в кинотеатр. В общем, действительно, если вы зайдете в интернет и забьете Москва ночью, любую услугу, которую вы хотели бы получить, вплоть до похода к врачу, вообще абсолютно по любому вопросу, это можно сделать. И это действительно классно, то, что ты понимаешь, что ты находишься в цивилизации, все освещено. То есть ты идешь и чувствуешь какую-то динамику, понимаете. Вот все те, кто приезжают в город, попробуйте пройтись по центру, пройдитесь по окраинам, вот везде чувствуется свое настроение. Тук-тук, кто там? И мы с вами перемещаемся в мою загородную комнату. Друзья, я, как и любой человек, конечно же, тружусь, зарабатываю постепенно, бью себе маленькое гнездышко. И здесь я вам хочу показать свою кровать, а в частности матрас. Вот именно он влияет очень сильно на ваш сон. В моем случае это матрас размером 2 на 2 метра. Я его делал на заказ. Знаешь, в чем он приехал? Он приехал вот в такой коробочке от компании Blue Sleep. Размеры этой коробки 45 см, 45 см и по высоте 1,13 см. Но при этом сюда поместился вот этот матрас. Вот просто на секундочку подумаю, возможно ли такое и как это возможно. Сейчас матрас полностью готов ко сну. Я на нем уже пару ночей провел. Высота его 20 см. При этом объем матраса в разобранном состоянии 1 куб. А коробка, в которой он приезжает, 0,23 куба. Как это все происходит, спросишь ты. А я тебе отвечу. Изначально матрас, он приходит в вакууме. То есть высота его примерно там 3-5 см. Вот здесь очень важно внимательно послушать. Когда вы его получаете, привозите все домой. Вот приносите его в ту комнату, где стоит та ваша кровать. И только после этого начинаете распаковку. Потому что достав из коробки матрас, для того, чтобы просто посмотреть, вы если случайно надрежете одну бирочку, он у вас начнет надуваться. То есть там начинает поступать воздух. И тем самым в течение 2-3 часов матрас поднимается вот до такого состояния. Все, он готов к полному применению. Комплектация на самом деле довольно-таки простая. И здесь идет все самое необходимое. Ну, в первую очередь вы получаете 2 брошюры, которые работают как скидки. Если вдруг кто-то заинтересуется, пишите мне. Я впишу сюда свои реквизиты. И вы получите по 5 тысяч на покупку матраса. Далее у нас идет инструкция, которую действительно нужно прочитать, чтобы вы просто понимали. Она очень простая. Здесь расписано все вот простыми словами. И самое главное здесь идет ножичек. Вот специальный ножичек для того, чтобы вы вскрывали матрас. Он у вас будет идти в такой слюде. Потихонечку, аккуратно, именно таким ножом. Это будет идеально. Ну, изначально коробку вы вскрываете, конечно же, тем же самым канцелярским ножом. Вещь из серии повесить, не беспокоить. Все. Но здесь больше думать не о чем. На нем нужно спать. Сам матрас мультизонный и гипераллергенный. Это подойдет всем тем, у кого есть дети. И самое главное, у кого есть жены. А все почему. Этот матрас известен своим тестом с бокалом вина, либо с бокалом любой жидкости. Бокал под чаеку. Имитируем, что мы наливаем некую жидкость. В нашем случае это просто вода. Налил почти до краев. Вставим его сбоку. Все, что нам нужно для этого теста, это сделать какое-нибудь резкое движение. Опачки. Пожалуйста. Понимаете? Факт этого эксперимента заключается в том, что ты лежишь с одной стороны, твой спутник лежит или спутница лежит с другой стороны, и рядом лежит твоя жена. Ты начинаешь переворачиваться, шевелиться. Верхняя часть, во-первых, запоминает тебя, то есть в определенном положении тебе будет комфортнее спать. Но когда она будет переворачиваться, вы друг друга не ощущаете. BlueSleep это интернет-магазин инвестиционных матрасов и товаров для сна. Товары доставляются клиентам напрямую с фабрики, минуя различные розничные магазины. За счет этого и цена ниже почти в два раза, чем на похожие модели в крупных сетях. Но, конечно же, для любителей все тестировать перед покупкой, потрогать, есть шоу-рум. У них находятся три модели, которые подойдут под любой кошелек. Есть модель побюджетнее, есть модель подороже. Модель BlueSleep Hybrid, матрас средней жесткости, более 2000 микропружин. Он подходит в 98% случаев. Таким образом, вот с чего нужно начинать, когда вы себя плохо чувствуете, не высыпаетесь. Это здоровый сон, правильное питание и отказ от вредных привычек. Все ссылочки на матрас BlueSleep я оставлю в описании. Переходите, сайт очень информативный, смотрите, заказывайте. Впереди длинные праздники, съездите в шоу-рум, полежите, а потом еще сами напишите. Блондин, а где тот самый купончик-то на скидку? Помни, их всего два, а вас много. Все ссылки для связи со мной из компании BlueSleep ждут тебя в описании. Я уверен, что уже даже про мою квартиру скажешь. Это действительно нора, как вообще в ней можно жить, эта маленькая площадь. Друзья, я вам отмечу, очень много появляется объявлений с продажем квартир, студий по 18 квадратных метров. То есть, что делают люди? Покупают однокомнатную квартиру, площадь, например, 35 квадратов, делят ее пополам. И получается две студии, пожалуйста, для проживания. На первом этаже, например. Цена таких квартир, по объявлениям, примерно 2,5-3 миллиона рублей. Все зависит от ремонта, состояния. Потому что зачастую квартиры показывают с ремонтом, а на деле они сделаны пока что просто под черновую отделку. И вы скажете, да кому это нужно? Я сначала точно так же подумал, у меня бомбило. Я хотел говорить вообще, что за отношение к людям. А вот эти квартиры как раз-таки предназначаются, на мой взгляд, для всех тех, кто хочет переехать в мегаполис. Поймите правильно, приехать и купить себе хорошую, просторную квартиру, в которой вы будете чувствовать себя комфортно, это минимум от 10 миллионов рублей. То есть, трехкомнатная квартира в нормальном районе, это от 10 миллионов рублей. Плюс еще нужно будет ложиться либо в ремонт, либо вы ее купите там за 10-12 минут уже с ремонтом. Согласитесь, это не дешево. А тут ты получаешь возможность купить себе студию и попробовать себя. Получится у тебя, будет у тебя рост. Ты приедешь, начнешь зарабатывать денег, всегда ты успеешь переехать в апартаменты побольше. Не успеешь, продал ее успешно и вернулся обратно к себе на дальнюю родину. Ну и давайте не будем далеко уходить и поговорим о минусах. Но в первую очередь это цены. Все же упирается именно в них. Потому что если хочешь купить себе нормальную квартиру в хорошем районе, друзья, это просто-напросто перешагивает куда-то в космос за 15-20-30 миллионов рублей. Я даже уже не говорю о том, что хорошая уютная квартирка, ну в общем, это уже действительно удовольствие для очень богатых людей. При этом я вам отмечу, что большинство застроек, которые происходят там в районе третьего транспортного кольца, где квартиры так и стоят, 20-40 миллионов рублей. Я даже пару раз звонил. Говорят, тут распродано. Вот действительно есть там, например, на каком-то этаже там одна квартира свободы. То есть еще нужно успеть купить. Кто все эти люди, которые это покупают, я не знаю. Но сам факт того, что это все очень хорошо продается. А вот когда ты живешь на окраине, то есть вот посмотрите, что я вижу возле своего дома. Ну в первую очередь советский старый рынок. Дальше идет железная дорога, которая, с одной стороны, это плюс, потому что на ней можно без проблем уехать в область. То есть здесь рядом есть МЦД. То есть понимаете, да, что это все востребовано в городе, в мегаполисе. Пробки постоянные, бесконечные. А тут ты можешь прыгнуть на электричку и куда-то там уехать. Ту маршруты нужно изучать. Но с другой стороны, ты вот смотришь на это и понимаешь, что выглядит тоже, знаешь, как вот ты приехал из маленького колхоза в большой колхоз. Конечно же, бесконечный трафик. Вспоминая себя в провинции, я помню, что утром просыпаешься, 2 минуты дойти до машины, 5 минут для того, чтобы доехать до работы. 15 минут ты перемещаешься из одной точки в другую точку в городе, куда угодно. Понятие пробки, это даже, знаете, как бы было смешно. Здесь же 1,5-2 часа люди едут на работу. Это только в один конец. 1,5-2 часа ты едешь обратно. Час езды для Москвы, это вообще не время. То есть 40-60 минут, это классно, удобно. Некоторые люди по 2-3 часа едут в один конец на работу и ничего. Я, конечно же, понимаю то, что всех это напрягает. Но понимаете, люди к этому адаптируются. Просто 5-6 часов в день потратить только на дорогу. Вы вдумайтесь в это. Транспортная доступность. Все строится, роется, постоянно открываются новые станции метрополитена. Тем не менее, спускаешься в него, народу становится все больше и больше. То есть, действительно, город получается так, что он уже перенаселен. И вот многие говорят, а зачем приезжать в Москву? Здесь же постоянные пробки, постоянная какая-то загаженная атмосфера. Все неудобно, маленькие квартиры, все дорого, куда-то ехать. Друзья, поймите правильно, все мы с вами, как я вам сказал, делимся на группы. Одним это не нравится, я от этого получаю бешеное удовольствие. Мне наоборот нравится, когда есть движуха. Да, естественно, я не люблю стоять в пробках на машине. Но тем не менее, когда ты знаешь пути обхода, когда ты знаешь, что можно прыгнуть на метро, поехать, доехать. И в городе есть возможность для зарабатывания, в первую очередь, денег. Ты получаешь от этого удовольствие. Одно, я могу сказать с уверенностью, что все вы в своих городочках, городах, деревнях просыпаетесь рано утром с одной простой целью. Все те, кто скажут, я так не делаю, я лежу валяюсь, ну, это отдельная история, совсем другая жизнь. Мы же с вами все хотим стремиться развиваться, все хотим хорошо кушать, все хотим иметь хорошее жилье, хорошую машину. Что нужно делать? Зарабатывать денег. В своем городе, в Кашире, я дошел до той планки, что я понимал, что максимум, на что я способен здесь, это остаться выживать. То есть, получать деньги такие, что я бы мог бы купить себе одежду, я бы мог сходить купить себе продуктов, все. Но ведь хочется ехать дальше и хочется зарабатывать, поэтому я оказался здесь. Вот здесь вот очень интересный момент, как раз перейти к реновациям. Что это такое для тех, кто не из Москвы, кто вообще никогда не интересовался и не слушал об этом? Простыми словами, вот я вам сейчас на экране показываю кадры домов текущих. Старые советские постройки, серые, некрасивые, хмурые дома. Вообще, в целом, даже смотришь, думаешь, да какая там Москва. Все время казалось, что Москва это нечто красивое, потому что сразу вспоминается в голове, что Красная площадь, ЦУМ, красивые огоньки, старая архитектура такая, богатая и в тот же момент опять же красивая. А на крайней пока что этого нет. Сейчас хотят делать следующее. Все различные пятиэтажки, девятиэтажки, если я не ошибаюсь, хотят сносить и переделывать райончики под более развитые, такие красивые, солидные. То есть к ним будет относиться прилегающая территория. В общем, все это будет строиться, все это будет выглядеть красиво. Вот я вам даже показываю сейчас некоторый кадр, опять же, с открытых источников, как это будет выглядеть, например, вот на этом районе. Вот за этими сосенками, да, мы сейчас в парке находимся. Мы делаем легкий пролет домов, которые сейчас некрасивые, старые. Но в ближайшие годы там будет идти полная перестройка. И вот я вам скажу одно, что здесь, опять же, все можно разделить на две категории. Есть москвичи, которые живут в этих домах, которые там прижились, и им эти перемены нафиг не нужны. Они говорят, зачем нам эти инновации, нам ничего не нужно делать. При этом есть другие люди, которые приехали в Москву и говорят, ага, вы-то тут прижились, вам-то хорошо, а нам, вновь приехавшим, хочется иметь возможность купить более доступное жилье. А более доступное жилье, оно как раз является на этапе котлована, на этапе постройки. И, подчеркиваю, я высказываю лишь свое мнение, не надо думать о том, что какая-то идет пропаганда, какой-то политической рекламе. Когда я продумывал, о чем мы будем снимать, я понимал, что тема на самом деле острая. И у этой инновации есть свои плюсы и свои минусы. Но первый плюс, это, конечно же, если бы мы могли поверить всем этим картинкам, со временем бы все это было бы красиво, симпатично и интереснее гораздо выглядело, нежели чем сейчас. Но есть второй значимый минус, то, что на словах это одно, а на деле все это будет строиться, во-первых, годами. Во-вторых, я уже читаю отзывы многих людей, они рассказывают, что дома-то построят, а детские сады не строят. Парковочные места тоже будут ограничены, соответственно, для машин мест будет все меньше и меньше. Но вот здесь возникает палка о двух концах, которая мне очень нравится. Зачастую, когда мы смотрим ролики Ильи Варламова, либо иных блогеров, которые рассказывают про подобные сюжеты, всегда можно встретить одно и то же слово. Человека-муравейник, человейники. О чем я хочу с вами поговорить, друзья. Вот вы мне объясните, после какого этажа дом перестает быть человеком-муравейником, человейником, как правильно сказать. Вот на мой взгляд, пятиэтажка, это тоже уже человейник, девятиэтажка, тоже человейник, двадцатиэтажка, ну уж и подавно, человейник. Одно нужно понимать, что все эти люди, которые переезжают сюда, они это делают по собственному желанию. Нет ни одного человека, которому пришли и сказали, так, все, ты обязан продать квартиру в своем городе и переехать в Москву. Согласитесь, все это делают ради одной цели, все преследуют наживу, потому что, сказать, переехать в крупный город, зарабатывать больше денег. Соответственно, про это нужно не забывать. Все те, кому нравятся эти вот маленькие домики, уютные, одноэтажные, пожалуйста, друзья, вас никто не держит, вы можете купить себе дома за городом. И вот зачастую, да, можно сказать, типа, вот, живут они там в домах, у них квартиры по 10-15 миллионов рублей, да можно было бы ее продать, купить себе дом, купить себе машину и жить сладко припеваючи, еще бы и деньги бы остались. Но на самом деле, почему-то никто из москвичей, ну в большей своей степени, этого не делает. Все предпочитают жить вот в этом человеком муравейнике и оставаться в мегаполисе. Сколько я плачу за содержание своей квартиры? По услугам ЖКХ это примерно 3200 рублей, плюс за электричество рублей 500, за интернет рублей 500, в общем, в круг, за все, за квартиру, вот, за консьержа, прям вот, прям по максимуму, это 5000 рублей. Подчеркиваю, я считаю, с учетом того, что во дворе у нас стоит шлагбаун, за который нужно платить, возможности города с точки зрения работы вы все прекрасно знаете. Очень часто мне пишут люди о том, вот, что ты нахваливаешь эту москву, блин, я приезжал, ничего не получилось, работы нету, есть же те люди, кто приезжают, у них все получается. Здесь мы с вами должны понимать одно, что больше всего это зависит от каждого из нас. Но согласитесь с тем, что если ты приезжаешь, и ты ничего не умеешь, давайте с вами будем откровенными. Есть люди, которым задаешь вопрос, а что ты умеешь? Я все умею. Ну вот на компьютере умеешь сайты делать? Не умею. А что можешь? Ну там могу что-нибудь там построить. Рабочая сила, к сожалению, это не так, как там в советские времена нам рассказывали, что была специальность, фиксированная зарплата, да и то, при той же специальности фиксированной зарплаты могли бы люди заработать себе тогда еще на квартиры, ведь давало государство. Но сегодня совсем другая история. Я не буду касаться темы политики. Сам факт того, что сегодня, да, нужно понять, что можно зарабатывать в каком-нибудь инстаграме 50-100 тысяч рублей путем перепродажи чего-то. Как правило, вы напишите в комментариях, да это барыги, они покупают на Алиэкспрессе, там это все дешевле. Кто мешает тебе стать таким же барыгой? В любой ты магазин продуктовый придешь, это одни сплошные барыги, потому что они закупаются в одном месте подешевле, привозят к себе и продают подороже. Все, вот она тебе разница, вот она твоя прибыль. Придумать что-то свое и начать зарабатывать, это элементарно. На самом деле, просто все, что вам нужно, это захотеть и сесть, начать напрягать свои извилины. Друзья, вы посмотрите вокруг на людей, которые зарабатывают деньги. Да, понятное дело, что в нашей стране очень легко можно что-то украсть. Но в тот же момент давайте с вами сядем и обсудим вот так вот в тесном кругу. А что бы мы с вами могли украсть? Это отдельная каста, мы ее касаться не будем. Мы с вами должны зарабатывать честно. Соответственно, что можно сделать? Придумывайте на сегодняшний день. С развитием интернета можно работать в любой точке мира, лишь бы ты что-то умел. Так, например, освоить уроки монтажа, дизайна, верстки, проектирования различных квартир, домов. Это все легко сделать. Нужна лишь одна программа и нужен компьютер. Все, со знанием дела ты можешь получать заказы, находить эти заказы и зарабатывать денег. Хотел бы ты этим заняться, ты бы этим занялся. Но ты наверняка сейчас напишешь комментарий. Я хочу его почитать, напиши обязательно. Очень много различных возможностей досуга. Особенно тем, у кого есть дети, кто вообще сам активный. Катки, футбольные поля, музеи, театры. В общем, чего ты только не напридумываешь. В Москве этого всего полно. Квесты различные. То есть провести свой выходной насыщенно можно запросто. Вспоминая свою жизнь в области, я понимал одно, что выходной я могу провести только за одним занятием. И все. По-другому, ну что можно было сделать? Можно было пойти в лес побегать. Можно было сходить на турники. Можно было сходить в подвал в спортзал позаниматься. Все. И подводя итог нашего сегодняшнего выпуска, я вам хочу сказать одно, что за два года я стал зарабатывать побольше, чем я зарабатывал в кошере. Все, кто подписан на канал, знают, что у меня появились там дополнительные способы для заработка. Я вам могу сказать одно, что когда у тебя есть денежка в кармане, ты чувствуешь себя гораздо комфортнее. И все вот эти рассказы о том, что вот, все плохо, ты это просто-напросто начинаешь не замечать. К чему я вас хочу подвести? К тому, что нужно трудиться, нужно зарабатывать. Все те люди, кто рассказывают о том, что вот, ваш мегаполис не нужен, пожалуйста, никто вас за уши сюда не тянет. Но лично я заметил все эти перемены на себе к лучшему. Если бы я продолжал бы жить в кошере, я бы продолжал бы наверняка сейчас ездить до сих пор на Mazda 6. Я бы вместе с вами говорил бы о том, что все плохо, что все ничтожно, наша жизнь кончена. На сегодняшний день я понимаю одно, что жизнь только начинается. Друзья, вот таким получился этот сюжет. Я вас всех приглашаю в комментарии. Высказывайте ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Мне интересно послушать вашу точку зрения. Подписывайтесь на инстаграм канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.